Один из лучших русскоязычных сайтов с n-ным количеством книг, которых нет в другом месте. В небольшом количестве я поддерживаю сам этот проект. Порядка 40 книг я залил, хотя если бы не ленился, залил бы 400. На нем есть уйма книг, в том числе и на английском, ну и конечно на русском. Значит, половина книг в формате дежавю. Половина из тех книг также и в формате PDF, то есть двух форматов и в PDF и в дежавю. Дежавю я недолюбливаю, поэтому всегда убиваю сразу дежавю, потому что мне неудобно потом комментировать, отмельчать, экспортировать. То есть, в общем, дальнейшая работа с файлом затруднена так. Значит, ну например, зашли в такое дежавю. Как вы видите, у меня баллов некоторое количество, поэтому я могу скачать любую энциклопедию. Но прям так первую попавшуюся мы не качаем. Вот, собственно, мифы народов мира. Это лучший справочник по мировой мифологии. Вот, дежавю, дежавю. Все, значит, мы зашли, скачали, отлично, скачался. И для этого есть portable программа, которую не надо устанавливать, которая преобразовывает эту дрянь в PDF. Значит, с stdu, конвертер, давно он не обновлялся, работает прекрасно, сбоев почти нет. Итак, Browse, 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 Downloads. И сейчас за один раз один файл преобразуем так. Так, Libreta, 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 Libreta. Ладно, мне надо показать принцип, поэтому это не стоит важно. Подойдет любая книга сейчас. Собрание Libreta. Там же и будет PDF, конверт. То есть я все книги держу в PDF. Дежавю был популярный лет 15 назад для тех, кто экономили мегабайты вместо 150 мегабайт в PDF. Дежавю иногда уже мало до 15, но когда все исчисляется в гигабайтах и в терабайтах, то эта разница не столь важна. А дальнейшая работа с файлом неудобна в дежавю. Неудобно. Неудобно. То есть если я могу в PDF распознать текст, потом выделять отдельные слова, оставлять метки, то здесь я просто тупо могу листать это как веб-страничку. Что, конечно же, неудобно. Потому что файлы, они не для того, чтобы просто на них смотреть, чтобы делать пометки, чтобы было видно, что проделана работа. Да, то есть Portable. Portable более чем достаточно. То есть все, что будете находить на Тверпиксе, а по санскритам там достаточно много. Посмотрим. Санскрит. Есть и как категория. Так, слоник плохого не даст. Языки языкознания. Санскрит. Сперва идет все, что на латинице. Open destination файл. Исправим. Так, хорошо. Только в таком режиме, значит, работать, конечно, невозможно. То есть, видите, я скроллю, и как бы страница постепенно съезжает вниз. Это недопустимо. Поэтому я всегда во всех своих файлах в первую очередь выставляю режим просмотра, двойником, титульный лист. Но здесь у нас... Здесь у нас не... Развороты даны одной страничке. Поэтому это будет неудобно. Здесь не надо, значит... Если я сделаю так, как я показал... То есть, тут надо смотреть, развороты разбиты, левая страница, правая, правая отдельно, левая отдельно. Или они вместе. Сейчас они вместе. Поэтому, значит, двойником, титульный лист, это будет 4 страницы шириной. Конечно, что это неудобно. Поэтому просто постранично будет, наверное, достаточно. Так, смотрим, пробуем. Сохраняем. Закрываем, заново открываем. Так. Заново открываем. Последний файл. Да. Вот. Другое дело. То есть, любое опускание мышкой приводит к новому развороту, а не к скроллингу в старом развороте. Это базовое требование к PDF. Ну, а здесь, соответственно, если я распознаю текст, инструменты... Но это возможно только в Adobe Acrobat Pro. Только в Pro. Я вам советую работать с Pro. Значит, мастер распознавания текста в этом файле. Язык русский, поэтому хорошо, окей, распознали. Потом можно делать разные выделения, ставить комментарии. В общем, работать с файлами. Вот, пожалуй, и все. Советую пользоваться сайтом Twerpix. Вот. То есть, есть одна и та же книга. В 87-го года есть и в PDF, но далеко не всегда. Вот, например. Например, например. Ну, здесь ситуация получше, но это не всегда. Далеко не всегда. Ну, вот, например. Например, например. Да. Хорошо. Спасибо. И до свидания. До свидания.